Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом фильме мы вязать не будем ничего. Я хочу затронуть один вот такой вопрос. Как вы видите, это петля, которая позволяет нам коннектор соединять всевозможные элементы в нашей нахлыстовой снасти. На одной из рыбалок, я вам показываю для того, чтобы это отложилось у вас в голове, и мы с вами изготовим одну необходимую вещь. На одной из рыбалок произошла ситуация, когда поклевки были очень слабенькими. А если была, то очень сильная потяжка, за счет которой рвалась наша снасть. Поэтому поводочек, тот который использовался, очень тонкий, не выдерживал. И пришлось на скорую руку изготовить, будем говорить так, амортизатор. Я его изготовил в полевых условиях из вот такого коннектора, который используется трубочка силиконовая, для того, чтобы можно было собирать кембрик. Но, придя домой, я изготовил, к сожалению, извините, друзья, мои друзья, у меня почти все отобрали. Придется показывать вам все снова. Я беру обыкновенный вот такой материал, который вы можете найти в любом галантерейном магазине, вот такую силиконовую резинку. Выберите оттенок, цвет, тот, который вам необходим. Нам необходимо будет с вами игла, на которой мы будем крепить наши петли. Нить, практически будем говорить, любого сечения, какое вы только захотите. Она может быть и флюоресцентная, и любая другая. Закрепим ее на игле, так, чтобы нам не мешало. И теперь, со стороны головки тисков, мы с вами должны сформировать симпатичную петельку. Вот такую. Желательно ее не связывать узлом. Почему? Потому что потом будет неудобно нам крепить все остальное. И в одной точке мы вот так с вами проматываем. Промотали. После этого нам необходимо сделать завершающий узел, но мы с вами, как обычно, это сделаем, нанесем клей без стеснения на место крепления. Клей желательно использовать тот, который хорошо выдерживает у нас воду и в то же время обладает хотя бы какой-то эластичностью. Берем, теперь делаем здесь завершающий узел. На этом наша работа здесь закончилась. В дальнейшем я расскажу все, что потом нам надо сделать. отрезали. И аккуратненько снимаем теперь это все с иглы. Сняли. У нас вышла вот такая конструкция, как вы видите, довольно-таки интересная. чем меньше мы здесь с вами намотаем нитки, тем будет лучше. И теперь я обычно беру ну 12-15 сантиметров. Вот давайте я вам так возьмите и сами для себя проэкспериментируйте. Она в 3-4 раза увеличивается в размере в натяжении. Очень хорошо выдерживает воду один только лишь незначительный минус. Это то, что обладает небольшой такой памятью. Также взяли, изготовили петелечку. И буквально парочка оборотов захватили здесь. Много не надо, потому что наш клей будет достаточно хорошо держать все наши элементы. Если хотите, можете использовать метод крепления замком. Переломите и опять промотайте. Тоже будет у вас дополнительная гарантия того, что это никуда не денется. Закрепили, сделали завершающий узел и удалили. Снимаем аккуратно с иглы, чтобы не приклеились наши пальцы. И у нас вот вышла такая уже готова конструкция. Нам остается теперь только лишь подождать, когда подсохнет клей, объясняю для чего? Чтобы можно было слегка потянув за край, который мы будем отрезать вот так резинки, можно было ее в натяжечку откусить, дабы для того, чтобы у нас не оставалось никаких, я отрежу так, чтобы вам было видно, чтобы не оставалось никаких бугорочков следов. Лучше, конечно, если есть у вас хорошие бокорезы, обрезать бокорезами. Как вы видите, вот такая у нас конструкция с двумя петельками для того, чтобы можно было спокойно использовать в качестве амортизатора. У Романа Мозера есть специально готовые уже в продаже амортизаторы. Я с ними сталкивался, скажу откровенно, очень хорошо, но они имеют несколько большую толщину, чем ту, которую я предложил вам. И, скажу откровенно, учитывая стоимость вот целой одной вот такой катушки, с которой вы изготавливаете, к тому же еще определенные нимфочки, можно изготовить таких амортизаторов, как говорит мой друг, два ведра. Служит долго, не преет, не боится практически ничего, но, как каждый силикон, желательно, чтобы не соприкасался с маслом, со спиртосодержащими жидкостями, ну и с другими приманками, которые имеют спиртовую окраску. Благодарю вас за внимание, спасибо, если вам была полезна эта информация, звоните, пишите.